Спасательная партия Спасательная партия Спасательная партия Дымка от костра не видно. Это плохой признак. С собой всё необходимое, включая эвакуационные сани и лекарства. Десять минут пути и совершенно неожиданный финал. Костёр потух, человек замёрз. По всей видимости, у мужчины 1958 года рождения не нашлось сил, чтобы поддерживать пламя. Ну, тут трудно сказать. Уже коченение замёрзшее ночью. Явно, что не час-два прошло. Спасательная миссия превращается в скорбную. Совершенно окоченевшее тело транспортируют в Ми-8, чтобы передать родственникам в Литовка. Обстоятельства смерти сельчанина станут предметом доследственной проверки. Пока эту трагедию есть все основания считать несчастным случаем. С места происшествия Евгения Куликова по материалам спасательного отряда. В животноводческом комплексе Сергеевский на этой неделе горел коровник. Погибло полсотни животных. Каменный хлев, в котором начался пожар, представлял собой, пожалуй, самое уязвимое место во всём хозяйстве. Тут располагался эдакий роддом для бурёнок. Здесь держали стельных коров и молодняк. Сотрудники комплекса заметили клубы дыма на стадии, когда войти внутрь без специального снаряжения было уже невозможно. Дышать нечем. Из двухсот голов крупного рогатого скота смогли вывести только двух взрослых бурёнок. Тех, что были ближе к выходу. Даже использовавшие изолирующие противогазы пожарные периодически сменяли друг друга внутри помещения, передавая информацию об обнаружении всё новых очагов горения. Справа скороты, да, не нужно, он не горит. А в какой-то конфет он болит. Что именно горит в такой дымовой завесе было непонятно. Единственное, что смогли узнать спасатели у персонала комплекса, мысленно распрощавшегося с двумя сотнями коров и телят, что возгорание появилось после очередного скачка напряжения. Поэтому приступить к тушению караулы смогли только после обесточивания хлева. Огонь уничтожал самых беспомощных представителей поголовья. А вы как узнали? Ну, потому что всю неделю напряжение прыгало у нас. Часто бывает свет отключается, выключается. Ну, а то, что именно горит? Вы тут рядом находились? Я дежурник сегодня, дежурник по хозяйству, конечно. Там много животных? 200 голов с молоденьком почти. Еще и молодня? Да. Родильное помещение, стильное, коровы, отеленные и молодня. Каково же было удивление отчаявшихся сотрудников фермы, когда спустя час борьбы с огнем и дымом пожарные услышали мычание уцелевших животных. Железки, там коровы живые. Главное дело в том, что каждое привязано. Деньги какие-то, погрите, пробуйте. Если что, вы каждое туда хотя бы тянете. Какое-то время работники фермы потратили на поиски ножей, чтобы перерезать веревки, которыми были привязаны коровы. Наконец, их стали выгонять на улицу на свежий воздух. Напуганные, теряющиеся в пространстве коровы, спотыкаясь и поскальзываясь, разбрелись в разные стороны. Собрать всех в наскоро приготовленный сарай стоило огромных усилий. Если взрослые телки хоть с трудом но шли сами, то увесистых телят приходилось либо тащить на руках, либо подталкивать сзади. Чудесным образом в живых остались 48 голов скота, половина из стада, которая содержалась в коровнике. По уточненным данным, в дыму погибли 44 коровы. Откуда именно огонь начал свой разрушительный путь и какова причина его появления, станет известно по результатам пожарной экспертизы. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Алексей Овчинов. В среду в районе остановки рынок прямо на ходу загорелся автобус. О том, что левая задняя часть Hyundai AeroTown охвачена пламенем, водитель узнал от очевидцев. Автолюбители подавали шоферу сигналы, пытаясь привлечь его внимание к проблеме. Сообразив, что происходит нечто из ряда вон выходящее, водитель начал лихорадочно осматриваться. На месте работает пожарный караул. Однако это скорее контрольная проверка. Пламя сбили очевидцы при помощи автомобильных огнетушителей. Очаг огня располагался около радиатора, расположенного сбоку от двигателя. Шофер автобуса в борьбе за выживание машины, осыпанный порошком, чем-то похож на Деда Мороза. На зиму моторный отсек был утеплен. Шофер предположил, что возгорелся именно утеплитель, поскольку агрегаты и навесное оборудование дизеля остались совершенно целыми. Мужчина работает водителем в сети супермаркетов, развозит сотрудников по домам. Пострадавших нет. Хёнде шофер уже гнал в гараж. Салон был совершенно пуст. Хабаровчанин был искренне благодарен людям, которые бросились ему на помощь. Промедление грозило потерей всей машины. Помощники это прекрасно понимали, поэтому не жалели ни своих огнетушителей, ни одежды. Выношу благодарность, которые остановились, не проехали мимо. Огнетушители предлагали, сами ползали под ним, прям ползком. Молодцы, спасибо большое. За день до пожара автобус вышел из ремонта. В нём меняли топливный насос. Однако вряд ли это было причиной пожара. Скорее всего, материал утеплителя, вследствие тряски либо плохого крепления, сполз и коснулся раскалённой трубы системы отвода отработавших газов. Пожар был полностью локализован через 20 минут. С места происшествия Михаил Сергеев, Анна Карпова и Павел Рогатин. В ночь на субботу на территорию края из Китая вернулся тигр Устин, выпущенный на волю в еврейской автономии. Дикую кошку заметили в окрестностях села Казакевичева. Устин задавил там собаку и изрядно напугал женщину. На тигра она наткнулась у крыльца дома, когда вышла за дровами. Государственную границу Устин перешёл ночью. А с Большого Уссурийского острова по льду Амурской протоки попал на Большую землю. Место действия – небольшая турбаза заповедника, экологическая тропа. Здесь тигр только наследил, ходил исключительно человеческими тропами. Рядом расположена дача. Её обширная территория за зелёным забором. Отметился Устин и у ворот, поднявшись в горку. В этом месте кошка нападать ни на кого не стала. Чувствовала человека. А вот на крохотном хуторке из нескольких домов тигр поохотился в волю. Хозяина дома не было. Двор охранял цепной пёс Барсик. Сам мужчина не обнаружил. Только обрывки проволоки, вдоль которой бегал четвероногий сторож. Собаку-хищнику волок в лес вместе с ошейником и цепью. На ней цепь, чтобы собака бегала. Он вырвал с той стороны, видишь? И вместе с цепью. Это уже цепь сегодня принесли. А откуда принесли? Ой, далеко. Добычу тигр съел, оставив на память хозяину только брезентовый ошейник. На снегу около дома видны следы охоты. А на месте размашистых прыжков – ямы в сугробах. Устина видела жительница соседнего дома, причем совершенно неожиданно для себя. Открыв дверь на улицу, увидела у крыльца тигра, наблюдавшего за двором. Дверь захлопнула, тут же позвонила соседу, из дома не выходила. Она вечером вышла, она что мне и звонила на работу? Она говорит, я пошла за дровами, дверь открыла, у нас крыльца сидит. Живности в заповеднике хватает, однако тигр предпочел легкую добычу сидящего на цепи пса. Из этого района хищник ушел, вероятно, в отроге большого хихцира. Активность он проявляет только ночью, в светлое время суток, совершенно не попадаясь на глаза. Контакта с человеком хищник избегает. Специалисты пока лишь наблюдают за устином, отлавливать кошку не планируют. Тигр активно ищет место для жительства. Из еврейской автономии он перебрался в КНР, но ушел и оттуда. Не исключено, что именно заповедные сопки хихцира понравятся им больше всего. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Алексей Овчинов. Это был итоговый выпуск программы «Место происшествия». Во вторник, 30 декабря, мы подведем итоги 2014-го. Расскажем о самых смешных и удивительных происшествиях уходящего года. Хороших выходных, последних в этом году.